Добрый вечер, уважаемые земляки! Оперативная обстановка в нашем регионе остается без существенных изменений. В Кривом Роге и Криворовском районе ситуация полностью контролируется в СУ и военной администрации. Мы продолжаем вместе с военными серьезное усиление нашей обороны и строительство новых укрепрайонов. Ведется разминирование территорий. Сегодня обезврежено еще 30 кассетных боеприпасов в Апостоловском районе. В то же время орки продолжают обстрелы мирных населенных пунктов практически по всей линии соприкосновения в Херсонской области. Удары наносятся из РСЗО, различного типа минометов и САУ. Слава Богу, сегодня жертв нет. Наши отвечают достойно. В районе населенного пункта Давыдов-Брод уничтожен вражеский полевой склад боеприпасов. По имеющейся информации, орки опять собрали и держат уже два дня в районе Береслава более тысячи машин с людьми, которые хотят выехать с временно неподконтрольных территорий Херсонской области. Тысяча машин – это около 5 тысяч человек. Мы готовы к приему беженцев круглосуточно. Главное, чтобы орки выпустили людей и не начали стрелять по мирным колоннам, как это уже было. Людям будет оказана необходимая помощь и медицинскими работниками, и социальными работниками. Для тех, кто захочет остаться в городе, подготовленные места в школах и детских садиках. В городе обеспечена работа всех коммунальных служб, предприятий, инфраструктур и медицинских социальных учреждений. В Кривом Роге даже в непростых прифронтовых условиях все больше оживает объектов бизнеса. Это очень позитивная новость. И торговля, и услуги, и так далее. Я благодарю каждого предпринимателя, кто сохраняет рабочие места и зарплаты людям. Не на полную мощность, где-то на 40, где-то на 70%, но работают, стабильно работают наши промышленные предприятия. И по сравнению с первоначальным спадом объемы наращиваются. Строятся новые логистические цепочки по поставке сырья, по сбыту продукции. Работающая экономика очень важна. Это кровь государства. Сейчас Криворог вносит свой очень существенный вклад в приближение нашей общей победы. Еще в наших мирных победах. Украина впервые в истории завоевала первое место на Дефлимпийских играх в Бразилии. Вклад в общую победу внес и воспитанник Криворожской Дю США номер 5 Дмитрий Василенко, который завоевал золотую медаль в составе нашей баскетбольной сборной. А в Португалии на Кубке мира по спортивной акробатике наши криворожские спортсменки, воспитанницы Дю США номер 1 Таисия Марченко и Виктория Козловская стали чемпионками мира. Сегодня не очень много новостей и на самом деле это уже само по себе хорошая новость. Значит наши военные, полиция, городские службы хорошо справляются со своими задачами. Сохраняем выдержку, спокойствие, верим в наши вооруженные силы и нашу победу, которая будет 100%. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине.